Всем привет-привет! Рада, что вы снова со мной. Давайте с вами сделаем сегодня расклад на тему какой хотели бы быть, а какой стали. Суть этого расклада заключается в том, чтобы посмотреть скорее всего, кем вы мечтали быть, да, я не имею в виду в плане профессии, а именно в плане характера, что ли, личности, да, вот какой личностью вы хотели бы быть, каким человеком хотели бы быть. А каким стали? Даже не в плане того, каким стали в общем, а каким вы являетесь на сейчас. Почему? Потому что я всегда смотрю в раздреже, здесь и сейчас все может измениться в будущем. Если мы будем прикладывать какие-то усилия, то мы можем повлиять на ход и развитие событий. Поэтому мы посмотрим, кем вы хотели быть когда-то и кем вы есть сейчас, на данный момент. Позиции вы видите перед собой. Хочу сказать еще вот какую вещь. Иногда в некоторых раскладах, да, в начале, как правило, расклада, либо в начале позиций, я выкладываю подсказки, да, либо здесь, либо здесь выходят подсказки на аналогичный расклад. Ну, то есть на расклад, который я уже когда-то делала в той же тематике, в которой и проходит расклад, который я записываю. Вы можете поставить на паузу этот расклад, нажать на подсказки и посмотреть, да. В принципе, тема схожая. По крайней мере, я так выбираю, чтобы тема была схожая. Но это так, для информации. А мы давайте с вами приступим. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Единички. Какой вы хотели быть? Каким человеком? Какой личностью? То есть как вы себя видели когда-то? С заделом на будущее, да? Вот когда мы начинаем мечтать и говорим, что вот в будущем я хотел бы быть таким. Вот каким, какой вы себя видели? Интересное сочетание. Семерка педакли и аркан дьявола. Не знаю. Ощущение того, что вы себя видели человеком, знаете, каким-то таким никуда не спешащим, расслабленным человеком, который, возможно, движется в потоке и с другой стороны дьяволом, да? То есть личностью такой яркой, харизматичной. Заметной личностью, которая имеет власть, личностью, у которой есть связи, знакомства. Возможно, финансовая составляющая тоже есть, но она не является для вас ценностью. То есть здесь как будто бы больше акцент идет на ваш характер, на человека, который умеет влиять. Опять-таки влиятельный не с точки зрения социального какого-то статуса, а именно с точки зрения влияния на умы других людей, либо на ход каких-то действий. Ощущение, знаете, как человека-мага в некоторой степени, да, который может создавать все, что он хочет. Значит, но здесь не просто как-то так для себя, да, там, не знаю, какой-то отдых, либо какие-то приятные мелочи, а здесь именно, не знаю, влияние на людей. Ну, например, если в вашем пространстве был какой-то обидчик, да, то есть умеет дать ему, например, отпор, но, там, не знаю, воздействием своей силы мысли, либо как-то даже своим молчанием, но при этом вот такой достаточно влиятельной подавляющей аурой, когда ваш обидчик как-то склоняет голову, да, то есть в плане подчинения, осознания своей ошибки по отношению к вам. Здесь влияние именно на мышление, на умы человека. Вам хотелось власти. Власти не в плане ввести куда-то кого-то, а власти, не знаю, здесь огромный такой потенциал, но вот при этом Семерка Пентакли говорит о том, что я, в принципе, ничего не хочу делать, да, то есть я не хочу ничего развивать, я хочу, чтобы это было само по себе. Само по себе оно, возможно, у вас и есть из прошлых воплощений, да, вот это вот не случайно, вот это вот желание власти, оно есть, оно не появляется из ниоткуда, это является следствием чего-то, да, но если мы говорим ваше представление, там, я не знаю, из детства, из юности, из прошлого, да, то столько власти еще не наработано в столь юном возрасте. Поэтому я могу предположить, что это идет некое такое влияние из каких-то прошлых воплощений. Но здесь вот именно влияние на, в том числе и на материю, то есть это может быть преображение, я не знаю, как знаете, например, телекинез, когда ты влияешь на какие-то вещи, они передвигаются. То есть не сам, как это называется, не сам талант вам важен, а то, что стоит за этим. То есть ощущение некой своей мощи, некой такой внутренней силы, которая у вас есть. Возможно, для кого-то здесь может еще и присутствовать вопрос здоровья, да, то есть если вы, не знаю, как-то имели, ну, были достаточно таким болезненным ребенком, либо молодым человеком, да, то есть здесь желание и быть здоровым. Причем не просто здоровым, а иметь хорошую физическую форму. И выносливость, выносливость, да, вот такая, знаете, терпение. Здесь вопрос силы, в какой бы форме она ни проявлялась, она для вас значимая. Давайте я уточню еще. Дьявол о чем здесь говорит. Здесь вам нужна вот эта вот сила харизматичности, которая здесь даже намного масштабнее идет, да, то есть не только, как-то, знаете, производить некие такие манипуляции, да, как, например, там, я не знаю, иллюзионисты, волшебники. То есть это слишком мелко, здесь идет намного больше и масштабнее. То есть здесь, возможно, вам нужна дополнительная сила для того, чтобы как-то влиять на выбор. То есть здесь, знаете, как ощущение с одной стороны, я не знаю, вот этого мага-волшебника Мерлина, да, который имеет и мудрость, и с другой стороны вот эти вот внутренние силы. Не случайно я сказала про магию. То есть здесь, может быть, у вас и отголоски этой магии есть. То есть, ну, я не знаю, как минимум она может выражаться в просмотре каких-то фильмов, да, аналогичной тематики, либо в прочтении книг в фэнтези. То есть если вы напрямую не взаимодействуете, да, с магией, ну, то есть она вас не интересует в практическом порядке, то здесь, возможно, я не знаю, вас будет интересовать вот эта вот тема о культных каких-то моментах. Так, возможно, даже и тема физики, физики, квантовой физики, то есть влияние, может быть, вопросы, связанные именно с судьбой, как я могу повлиять на судьбу. То есть Двойка Жеслов, она говорит о выборе, о принятии правильного выбора, да, для себя. И вот здесь именно иметь силу как-то свою судьбу создавать так, чтобы она была как-то поворачивалась вам все время стороной фартовой. Но здесь не ради такого, знаете, желания, что я хочу быть там, я не знаю, все время счастливым и жить в белой какой-то полосе. Нет, здесь это слишком мелко для вас было бы. Вам интересен сам процесс, как вы можете повлиять на какие-то жизненные обстоятельства, как вы можете воздействовать на выбор. Вам сам процесс, он приносит удовольствие, эмоциональное наслаждение, вот этого, знаете, удовлетворения. Я могу, у меня получилось. Здесь в некоторой степени, да, происходит еще некий такой самообман. То есть Дьявол нам дает проекции того, что мы ожидаем, того, что мы хотим, хотели бы иметь на, там, я не знаю, на других людей. Поэтому я и говорила про иллюзию в плане иллюзионистов, да, то есть воссоздание какого-то обмана, чтобы это было очень красиво, чтобы это было искусно. И при этом здесь колоссальная энергия задействована, прямо такая мощная энергия, затрачено огромное количество. Но я так предполагаю, что семерка Пендакли, она все-таки аркан в данном случае бездействия, что, возможно, у вас этой энергии по каким-то причинам нету. Нету в том количестве, либо она не раскрыта, либо вы не осознаете, либо куда-то ее тратите. Ну, то есть здесь вот, если вы этого хотели, значит, в этом есть какой-то резон для вас. Так, хорошо. А какой вы стали, да, вот на данный момент? Какой хотели, смотрели? У королевы Жезлов достаточно близко. Королева Жезлов и Девятка Мечей и Аркан Шута. У меня такое ощущение, что вы пошли по другому пути. По другому пути. Вот то, кем хотели стать, все равно есть, знаете, ощущение вот этой энергии, которая каким-то образом, что я говорила, умение влиять на умы, на мышление другого человека, в ней присутствует что-то, какой-то такой достаточно теневой аспект, да, подавление воли. То есть если бы вы не умели, либо как-то не научились управлять этой силой, да, она была бы разрушительная для вас, да. То есть это было бы очень наказуемо, потому что влиять на волю другого человека, да, и нарушать право свободы воли нет ни у кого. Вот здесь вот возможно бы, если бы вы потеряли контроль, это было бы очень разрушительно для вас. Пошли вы немножко другим путем. Да, есть какая-то частица, все-таки Аркан Зьявола это великий Аркан. Вы пошли по Королеве Жезлов. Это то, на что вы, в принципе, можете повлиять. Да, больше, я бы сказала, так по женской линии пошли. То есть с женскими качествами более мягкими, а не настоль какими-то такими, знаете, воинственными, не столь жесткими, что ли. Более приятные. Хитрость никуда не ушла, да, обман тоже никуда не ушли, потому что просто в дьяволе он очень сильно выражен в плане того, что получать, либо заключать какие-то договора с выгодой для себя и при, например, там, я не знаю, при разводе, да, все равно оставаться в выигрыше. Да, то есть при разрыве какого-то договора не идти в ущерб себе, а наоборот пойти в выигрыш. Здесь же вы стали Королевой Жезлов, которая тоже все равно что-то недоговаривает, да, присутствует. Я не хочу сказать, что здесь присутствует обман, я бы сказала некая такая хитрость, но у нее есть немножечко другая причина, другая потоплека, нежели у дьявола. У дьявола есть желание власти и создавать такую, знаете, некую зависимость от себя, необходимость, то есть здесь очень ярко выраженное эго. У Королевы Жезлов все-таки у нее более мягкие такие энергии, говорящие о том, что вам жизненно необходима свобода, то есть Королева Жезлов вкупе с Арканом Шута говорят о свободе, об очень яркой выраженной свободе. У дьявола нет свободы, у дьявола есть зависимость, да, у дьявола есть привычка, необходимость, нужда, потребность. У вас же эта сила, она пошла в более такое созидательное русло, направленное опять-таки на мышление, да, то есть если дьявол все-таки влиял на мышление, то здесь вы, скорее всего, по Аркану Шуту расширяете свое собственное сознание, да, то есть работаете со своим сознанием и со своим мышлением, расширяя его и получая такую, знаете, свободу, свободу мысли, свободу видения, не знаю, как-то вот открытыми глазами, да, смотрите на мир, любознательность, непредсказуемость, но при этом яркость остается. Не в такой мощи харизмы, как у дьявола, но при этом королева жезлов, она тоже не из всех королев, она не случайная такая дама, она очень заметная, также сексуальна, как и дьявол, может быть, в меньшей степени, но сексуальность проявлена, то есть желание у вас, как женщины, когда на вас смотрят, например, мужчины, оно присутствует, да, то есть вы достаточно сексуально привлекательная женщина, яркая личность, общительная, открытая, открытая в плане бесед на разные темы, я не могу сказать, что у вас вообще есть какие-то табу в коммуникации, то есть вы свободно можете разговаривать на тему секса, на тему финансов, на тему элементарно своей красоты, внешности, возраста, то есть то, что обычно считается табу в обществе, что не принято на эти темы, например, говорить, там, я не знаю, религии и так далее, вы достаточно толерантны ко многим вещам, но здесь присутствует то, кем вы стали, девятка мечей очень тревожным человеком, то есть вот, знаете, эта тревожность, она идет как раз таки от того, что все-таки дьявол в полной степени не реализовался, он пошел другим путем, то есть дьявол, наоборот, это сила, мощь, это уверенность, а здесь появилась вот эта тревожность, с чем она стала, связана вот эта вот тревожность, неуверенностью в себе, как в личности, видите, девятка Пендакли, она говорит о том, что возможно у вас есть какие-то сомнения насчет себя, здесь вообще удивительно, и то, что вы можете говорить обо всем, но при этом как-то не совсем уверены в, не знаю, может быть, неуверены, я не могу сказать, что вы не стоите уверенно на ногах, есть вот как-то все-таки о себе, есть какие-то, это не комплексы, а это есть непринятие, то есть есть все-таки что-то в себе, что вы не принимаете, то есть если дьявол, так как вы видели когда-то в идеале, это такая яркая личность, которая все фиолетово, она может делать все, что она хочет, и она чрезмерно уверена в себе, то здесь, скорее всего, проходит наоборот перевернутая часть дьявола, непринятая, возможно, вы не принимаете что-то в себе, какие-то моменты, касательно вашей целостности, не принимаете то, что связано с арканом звезды, не знаю, не принимаете свою какую-то чистоту, чистую, может быть, не принимаете то, во что вы как-то вот верите, что ли в полной степени, может быть, здесь что-то скрываете, может быть, не считаете себя достаточно чистым, наоборот, есть какие-то пороки, то есть что-то, что связано с вашей душой, вы как будто бы свою душу полностью не принимаете, это связано как-то с прошлым, то есть есть что-то в этом прошлом, на что вы оглядываетесь и хотите убежать от этого, полностью еще не приняли, я не знаю, что здесь с чем связано, но это как-то связано непосредственно с вами, с собой, какую-то, какие-то части, может быть, себя, может быть, как-то вот вы себя повели, когда действительно в вашей жизни был, присутствовал этот дьявол, очень ярко, и вот здесь как будто бы, может быть, есть какая-то вина за то, что вы как-то поступали, либо стыд, да, что вот, то есть то, что что-то вы не принимаете и считали как-то свои поступки, не то чтобы совсем прям уж порочными, но не хотели бы афишировать об этом, и вот эта часть в себе вы не принимаете, но стали вы, здесь я говорю, вы пошли каким-то другим путем, то есть если там, я не знаю, вы мечтали как-то быть более земным, условно говоря, властелином земли, да, земной стихии, то пошли как-то больше по воздуху, как-то вот на светлый путь больше пошли, акцент опять же-таки на, а на ментал, на уровень своего сознания, непредсказуемость тоже есть, то есть здесь влияние осталось, но влияние, оно какое-то, оно какое-то другое, оно какое-то другое, знаете, я сказала бы, вот харизматичность неприрожденная, так как вы хотели, чтобы быть по дьяволу, а здесь скорее всего харизматичность, связанная с вашим мышлением, с некой такой, знаете, неожиданностью, не знаю, свобода высказывания, свобода взглядов, то есть своей какой-то неординарностью, вот вы притягиваете своей какой-то неординарностью, непохожестью, непохожестью своих каких-то взглядов, здесь нету, знаете, когда речь заходит о том, насколько вы свободны, вы это можете ощущать, ощущать, когда вот вам все равно, будете ли вы белые вороны, фиолетовые, черные, неважно какой, да, то, что вы хотите сказать, вы скажете, вам абсолютно все равно, то есть в этом ощущается какая-то сила, но при этом вот что-то есть здесь, какое-то белое пятно, которое вы в себе не принимаете, я не знаю, с чем это связано, здесь есть какая-то часть вас, непринятая, то ли вы ее с ней еще не знакомы, она мне почему-то показывается темной, да, не в плане темной, а, ну, то есть порочности, либо как-то отрицанием, а в плане, не знаю, может быть, это ваша сила, и вы ее как-то либо не знакомы с ней, либо торгаете, либо не принимаете, есть здесь что-то, что вами не принято, я не знаю, что это может быть, вот такая у меня была очень интересная первая позиция, да, здесь дьявол проигрался, очень интересно, нет, все-таки я дьявола поставлю вперед, хотела поставить шута, перекрыть, но потом перекрыла дьявол, ладно, позиция номер два, красненький камешек двоечки, смотрим, какой вы хотели быть когда-то в детстве, юности, не знаю, когда мечтали о себе, в будущем, какой вы хотели стать, королевой кубков, знаете, действительно, стать, может быть, это ваши какие-то фантазии, мне идет ощущение того, что здесь, во-первых, знаете, как это, ощущение некого дворца, такого, знаете, мраморного, и вот я слышу вот шорох от дорогой парчи, либо это парча, либо это какой-то дорогой материал, то ли это шлейф, то ли это платье, и оно такое, то ли это тафтан, что-то такое, знаете, какой-то тяжелый материал, но это не бархат, нет, что такое тяжелый материал, когда человек идет, женщина передвигается, я не слышу звука каблуков, но я ощущаю вот это вот по гладкой поверхности, когда тянется материал, вот он, поверхность такая гладкая, и материал тянется, то есть ощущение какой-то своей принадлежности королевской семьи, что ли, может быть, у вас было такое, не знаю, мечта, что я там принцесса, не знаю, может быть, сказки вам нравились там, где есть вот принцессы, где есть любовь, здесь с одной стороны, русалка, русалка, почему русалка, не знаю, вот почему-то мне, может быть, вам нравилась эта сказка русалочка, то есть здесь идет все, что связано, как-то, знаете, с богатством, но вот вы как будто бы родились в богатой семье, что ли, вот что-то такое, либо вы фантазировали о том, что вот я как принцесса, причем не как королева, не король, там, не какая-то знатная дама, фрейлина, нет, мне идет вот именно представление, я не знаю, 18 века, какой-то двор, и двор, ну, сословие, да, богатый какой-то, и вот вы как будто бы при дворе, я не знаю, очень знатная дама, это с одной стороны, почему-то вот одеяние, оно для вас имеет значение, я не знаю, может быть, как в детстве дети играют, как-то на себя нацепили, эту простыню, завязали узлом, да, и все, и я королева, не, прям там, я не знаю, что-то такое, это с одной стороны, а с другой стороны, причем здесь так интересно, принадлежность королевской семье, оно не имеет никакое абсолютно отношение к власти, не имеет для вас, я не знаю, почему вы себя представляли именно так, и какое отношение это имеет к чувствительному аспекту, но мне идет просто я принцесса, какая польза от этого, ну, то есть я имею в виду, там, я не знаю, власть, деньги, роскошь, там, одежда, что еще может нравиться, я не знаю, восхищение, какие-то, я не знаю, способности, здесь нет, вот здесь вообще само выделение, до того, что вот я звездочка, вот я звездочка, вот смотрите на меня все, я звездочка, не знаю, может быть, кто-то хотел стать там певицей, причем, я не знаю, рок-стар, либо еще что-то, чем не идет, какая-то звездочка, вот я звездочка, и на меня все смотрят, вот как-то выделяться, своей яркостью, светить, вот вам нравилось светить, еще по королю кубков, что вы мечтали, кем вы мечтали быть, не знаю, кто-то, знаете, как помогать, вот помощь, оказывать помощь, возможно, это как-то в профессиях, обычно, если, кто нуждается в помощи, беззащитные и слабые, да, это, как правило, либо дети, может быть, вы хотели стать детским врачом, либо это животные, да, стать ветеринаром, ветеринаром, но, вот знаете, человек, который помогает, да, помогает, нуждающимся, но при этом я не могу сказать, что вот вы по своему характеру, такой человек достаточно сильный, ощущение того, что это вот ваша внутренняя какая-то потребность, а вот то, что я говорила про звезду, это ваша потребность быть заметной, возможно, на вас не обращали внимания, да, как-то в детстве, в юности, и то, что я говорю неоднократно, по второй позиции, люди невидимки, прозрачные, здесь вот, именно показать, вот этот вот, здесь мне идет какая-то холодность и отстраненность, ну, я не вижу вас человеком несчастным, да, сказать, что вот в детстве вы были прям как-то так несчастны, и хотели, видели себя в тех ролях, которые я озвучила ранее, здесь, скорее всего, это было ваше естественное нутро, то есть вот, помощь, светить, гореть, петь, петь, вы хотели петь, знаете, как это, сирины, как-то завораживающее, вот вы, как будто бы, даже это сейчас неосознанно, но у вас было желание очаровывать, либо зачаровывать, как-то вводить человека в такое видоизмененное состояние, в котором он как завораженный мог увидеть красоту, то есть вот потребность изменить сознание человека и сделать его намного лучше, как-то облагородить его, здесь есть такое, не знаю, чтобы он стал как-то добрее, чтобы он стал чище, вот вы как будто бы очищали, знаете, вот своим голосом, еще кем вы хотели стать, пятерка жезла, я говорю, защитником, защитником в каком, в каком аспекте, скорее всего, поддержки больше, да, здесь семерка педагли, она говорит о том, что человек прикладывает какие-то усилия, вот, но до конца еще не получил тот свой желаемый результат, вот вы как будто бы подпитываете, ваша поддержка идет в энергетической подпитке человека, когда вы воодушевляете, когда вы даете человеку силы для того, чтобы он продолжал как-то самостоятельно дальше путь, как-то подбадриваете, не знаю, может быть, в детские игры, когда играли, все время как-то, не знаю, там, например, если дети бегали на перегонки либо еще что-то, вот вы все время мальчишкам там, я не знаю, тот, кто последний, всегда говорили, что давай, давай, вперед, болели все время за того, кто по сути, по идее, должен проиграть, то есть вы тот человек, который вливает энергию, силы в тех, кто здесь не про слабых, здесь те, кто уже долгое время работает и как-то не то, чтобы разочаровался, а приустал немножко, вот для того, чтобы завершилась эта работа, человеку необходима энергия, но он как будто бы самостоятельно передохнуть не может, и вот ваша задача как раз-таки поддержать этого человека, вот таким вы мечтали быть, такой вы мечтали быть, была ли у вас какая-то странность, но мне здесь вообще сама по себе показывает, что вы странноватый человек, двойка кубков, человек чрезмерно чувствительный, эмпатичный, и человек такой, знаете, любвеобильный, вот вы мне идет то, что вы как будто бы обнимаете не знаю, всех вот, как маленький ребенок, мне показывают, знаете, когда он подходит к лицу, я не знаю, это женщина, мужчина, может быть, женщина, и вот почему-то, когда, знаете, вот она куда-то смотрит в другую сторону, мне показывают, что вот маленький ребенок берет вот так вот за щечки, и поворачивает к себе, ну то есть лицо поворачивает, смотри на меня, а вот как будто бы этот человек не смотрит, я не знаю причину, и вот мне все время вот эти вот ладошки, да, показывают, что вот она держит лицо, посмотри на меня, то ли у вас ваша, как это, странноватая сизюминка заключалась в вашем взгляде, вам все время говорили о том, что вот в твои глаза невозможно смотреть, потому что такой, знаете, как фильтр правды, ну то есть посмотреть в ваши глаза и как-то соврать не получается, человеку внутри его коробит, и здесь вот, хоть вы были маленьким ребенком, вы как будто бы, знаете, так смотрите, настолько заинтересованно, как будто вы в глазах что-то ищете, и вот этот вот ваш взгляд, он как-то трогает до глубины души, и вот вам обмануть нельзя, и поэтому от вас отворачивались либо уходили, это было очень неприятно, вы не понимали, вы все время как-то, знаете, ребенок, который вот, я не знаю, группа людей, и вот она ходит и каждому в глаза так, знаете, смотрит, заглядывает, это, это казалось странноватым, то есть взрослые не понимали, но что-то в этих глазах вы искали, я не знаю, что-то в этом взгляде вы искали, вы все время говорили, посмотри на меня, у вас и сейчас есть такое, вы любите смотреть в глаза людям, не знаю, может быть, опять тоже что-нибудь такое терапевтическое идет, но очень некомфортно, вот человеку, на которого вы смотрите, прям, жутковато, жутковато, это странновато, потому что вы очень близко подходите, прям, к лицу, это не какое-то расстояние, и знаете, обычно у людей, у которых плохое сырение, они близко подходят, да, иногда, я не знаю, это дальнозоркость, близорукость, я в этом не разбираюсь, когда хочешь что-то рассмотреть, вот здесь такое ощущение, что вы очень близко подходите, и это нарушение границ, и человеку дискомфортно, для вас-то это нормально, а человеку это дискомфортно, но что-то вот вы ищете, вот это вот, в этом была ваша странноватость, потребность в близости, понимаете, в близости не физической, а в близости какой-то душевной, вы как будто бы смотрели, и для себя как-то узнавали, вот это вот моя душа, вот у вас какие-то свои мысли были, а у человека это было страшно, это было очень страшно, у вас еще такой взор какой-то, такой, знаете, появлялся затуманенный, как-то стеклянный какой-то, и это пугало, это пугало, вы, может быть, я не знаю, кто-то здесь обладает даром, видеть будущее, либо что-то такое, вот когда вы как будто посмотрели, и вы видели будущее этого человека, ну, то есть вы входили в видоизмененное состояние, что-то видели, очень интересный здесь такой момент, хорошо, какой вы стали, да, какой вы хотели, мы посмотрели, какой вы стали, восьмерка Пендакли, королева Пендакли, вы стали достаточно, такой, знаете, земным человеком, земным, я бы сказала, по королеве Пендакли, да, у вас есть забота, внимание, то, что вы хотели, да, когда я говорила о профессии, там, врача, либо ветеринара, у вас это все осталось, оно никуда не ушло, только оно стало более заземленным, оно стало более практичным, более понятным, уже нету вот этой вот пугающей звездности вашей, звездности в плане сути, не в плане того, что вы зазвездились, а в плане вашей сути, здесь лекари могут быть, да, лекари-целители могут быть, травники, ну, элементарно люди, которые, например, очень вкусно готовят, тарты пекут, да, такое тоже может быть, там, пирожки, пироги с ягодами, в одеяле бы, в одеяле, в одеяле, да, возможно, вы не любите холода, да, здесь такой человек достаточно теплолюбивый, вы были бы хорошим, я не знаю, лесником, егерем, вот, вы хорошо понимаете, вы умеете считывать знаки, там, я не знаю, по ягодам, по следам, то есть, вот, какая-то принадлежность к природе у вас присутствует, но здесь немножко изменилось то, что вы хотели, причем, знаете, так интересно, то, что вы хотели, это было как-то вот действительно чисто, чисто, и как-то присутствует, энергия высших сил, да, какой-то вот вы были, ну, действительно звездный ребенок, стали таким достаточно земным, достаточно земным, иногда у вас есть вот эта вот ностальгия о детстве, о том, как хорошо, когда я была вот когда-то таким ребенком, меня это, как-то вот вы вспоминаете, с сожалению, здесь ощущение того, что многое в себе вы закрыли, из своих способностей, ну, не то, чтобы осознанно, а просто перестали этим как-то заниматься, либо, возможно, обращать на это внимание, и тем самым, вот, как будто бы закрыли какой-то свой дар. Восьмерка педагоги говорит о том, что вы стали человеком, который живет бытовой жизнью, да, что-то совершает каждый день, какие-то свои действия, необходимые для жизни, да, получает от этого удовольствие, но вот нет уже вот этого, не знаю, нет вот этой, как я говорила, странности, вот этой вот, исключительности, что ли, индивидуальности какой-то, вы как будто бы забылись, вот у меня ощущение, что вы заснули, вы заснули, стали жить по восьмерке педагоги, либо там стремитесь, я не знаю, забыли, заснули, и забыли вот в плане того, кем вы хотели как будто бы быть, стали, стали такой, как все, то есть вы как будто бы очень много усилий прикладывали для того, чтобы быть похожи на других, и хоть вы сто процентов и не похожи, да, но где-то вот процентов на 75-80 все равно переняли привычек других людей, да, то есть вы стали в некоторой степени похожи, как все, но вот мне немножечко как-то грустно, почему, потому что вы как будто бы, не знаю, как-то забыли, вот забыли, вы забыли себя, забыли вот этого ребенка, не знаю, может быть какие-то обещания, которые давали себе, когда были ребенком, либо в юности, как будто бы здесь ощущение того, что вы не выполнили какое-то обещание, данное себе когда-то. У меня такое чувство, что вот как будто бы вот этой позиции, да, я пробуждаю вас в плане, не то что бужу, а в плане того, чтобы вы вспомнили, то есть такое ощущение, что вот время пришло, вот все время, когда вы спали, это окей, то есть здесь вообще нет никаких претензий, последствий, ну вот как будто бы вам передают информацию о том, что время пришло, пробуждайся. И те способности, которые были заложены в вас с детства, которые вы не понимали, либо как-то закрывали их, сейчас вам их нужно пробудить, они пригодятся, вот сейчас они пригодятся. Я не знаю, что это за способности, это знаете вы, но это имеет отношение к звездной вашей семье, это имеет отношение как-то, это даже не к космосу, это какой-то определенный, может быть, это какая-то инопланетная цивилизация, я не знаю, ну такая достаточно разумная цивилизация. Мне идет вот звездная семья, я не знаю, что это, наверное, вам это будет более понятно, а так, в принципе, вы стали, ну хочется сказать, не то чтобы домохозяйкой, потому что и домохозяйкой-то, я вас назвать не могу, то есть вы не тот образ женщины, которая за собой не ухаживает, там я не знаю, как-то в старой спортивной форме, в порванных тапочках, это не про вас. Вы все равно будете всегда особенной, у вас все равно будет всегда вот эта вот нежность, хрупкость, ранимость, чувствительность, женственность, у вас есть эти качества, вот такая тонкая белая кожа, это всегда у вас оставалось, есть и будет, но при этом вы как-то просто немножко себя утратили, здесь даже нет, не утратили, вы как будто бы свое свечение притупили, свое свечение души притупили, потому что не нашли, как применить, где применить ее, и поэтому временно адаптировались под те реалии, в которых вы живете сейчас, но это временно, конечно же, пробудиться будет не так просто, потому что в каких-то моментах вы как будто бы уже проросли этой земной жизнью, как будто бы отпустили корни, но все равно, но все равно, если вы захотите, вы сможете, сегодня какой-то странный расклад, не знаю, здесь такое было описание и послание, очень странное, у меня иногда такое бывает, и я не знаю, как это объяснить, и уже не стараюсь, позиция номер три, зеленый камешек, троечки, какой вы хотели быть? Пажа мечей, человек, который говорит всегда правду, своего рода, знаете, некий такой судья, может быть, знаете, сыщик, вот вам нравилось, да, судья, сыщик, какой-то там следопыт, что-то искать, что-то выискивать, собирать какую-то информацию, где-то что-то подслушивать, ну, знаете, здесь любопытство не так, чтобы пойти потом кому-то там настучать, да, либо появитничать, наговорить на кого-то, нет, а вот сам процесс услышать и узнать то, что не видно, то, что скрыто, вот этот вот интерес, он присутствует. Вы хотели быть человеком, который всегда будет говорить правду, человек, который владеет словом, умеет как-то доносить информацию, либо находить эту информацию, вы с детства знали, не знаю, может быть, рано начали читать, писали с ошибками, например, а читали очень рано, вам интересно это было, вы хотели стать человеком, который собирает, может быть, журналистом кто-то хотел стать, да, то есть человек, который работает и обрабатывает информацию, причем не просто журналист, а там, я не знаю, политический какой-нибудь корреспондент, либо в горячих точках, то есть там, где есть еще и какие-то мужские такие качества, да, где надо за кого-то постоять, за себя постоять, отстоять свою точку зрения, то есть где-то заступиться за кого-то, это присутствовало, здесь, может быть, игры у вас были такие, где, как Марк Пола, да, человек, который открывает новые земли, давай пойдем, вот там, я не знаю, в какое-то неизведанное место, может быть, когда вы уже повзрослели, да, в юношестве, когда начали выходить, как говорится, в свет в компании, все время, допустим, водили людей в те места, в которые из вашей компании никто не знает, может быть, сейчас вы посещаете какие-то такие рестораны, либо заведения, где можно поесть, но при этом они не очень известные, но очень уютные, комфортные, то есть, знаете, как человек-первооткрыватель, когда вы идете в абсолютно новое, что-то новое узнавать, вот вам это всегда нравилось, причем узнавать не только в плане знаний, но и в плане местности почему-то, не знаю, ездить, может быть, вы, если ездите отдыхать, только там, я не знаю, ну, выберем любой морской город, но при этом вы не поедете вот прям, я не знаю, куда въедете обычно в Россию, ну, например, в Турцию, да, не поедете в Анталию, а поедете там, я не знаю, в какой-то другой, не совсем туристический город, вот, и проведете в нем хорошо время, то есть, здесь, что-то такое, связанное с первооткрывательством, головоломки какие-то игрушки, может быть, в детстве вы были первым ребенком, да, у которого там появился вокман, да, маленький магнитофончик, либо первая игрушка кубика Рубика, то есть, что-то такое, кем еще вы хотели стать? Аркан солнца, я, я бог и свет, да, я это все, я это сила, я это солнце, здесь очень ярко выражено, я не в плане эгоизма, а в плане заметности, в плане того, чтобы светить, ну, то есть, если вы мечтали стать, например, там, я не знаю, спортсменом, то обязательно олимпийским, не каким-то чемпионом, там, я не знаю, Европы или вашего района, а именно мира, то есть, здесь какие-то такие амбиции, они были очень большие, вам очень хотелось быть красивым, да, с таким красивым телосложением, с огромным потенциалом энергии, там, я не знаю, если говорить про богатство, то, не знаю, стать миллиардером, не миллионером, а миллиардером, и если вас спросите, а зачем вам столько денег, вы скажете, неважно, важно, чтобы они были, то есть, вы, ну, нету, жилки вот этого предприятия, предпринимателя, который бы сказал, вот я в это бы вложила, это купил, нет, вот вам, знаете, здесь как по знаку зодиака львы, да, вот есть лев, и есть его свита, который его все время окружает, восхищается им, безусловно, каждый лев, как царь зверей, да, хочет кому-то там повелевать, да, что-то говорить, конечно же, он знает, что кто-то ему здесь льет в уши, да, какую-то ложь, да, что-то неправду говорит, где-то, может быть, льстит, он это безусловно знает, но это так приятно, это так приятно, вот купаться в лучах некой такой славы, вот для вас признание, и оно очень важно, да, когда вот вам признается, что какой-то сильный, какой-то красивый, какой-то молодец, даже если вы осознаете, что это лезть, все равно приятно, да, вот тут вот ощущение быть самым-самым, причем, неважно в какой сфере, в чем и как, вот я хочу быть самым-самым, вот самым первым, самым лучшим, вот для вас это важно было, как-то выделиться, потому что у вас на это есть задел, у вас есть вот энергия быть таким человеком, при этом вы очень теплые и веселые люди, очень приятные, особенно приятные в общении, вы тот человек, который действительно приковывает взгляд, да, и не то, чтобы вот вы идете по улице, вы заметны, нет, а здесь вот именно в общении, вы как будто бы, не знаю, душа компании, и все вот смотрят на вас и восхищаются, и вы это знаете, и, ну, в этом есть вот какая-то своя игра, здесь очень много, может быть, какого-то актерского мастерства, да, то есть уметь заинтересовать людей, не знаю, очень хорошо бы подошла, например, там профессия ораторска, ораторского мастерства, да, либо ритеры, нет, ритеры, это по-русски, нет, по-английски, оратор, человек, который вещает, и вот его все слушают, как завороженный, и вот ему это нравится, да, вот он использует как-то свои знания, и не могу сказать, что здесь знания глубокие, они могут быть и поверхностные, но они в очень разных темах, в разных сферах, и вам достаточно, здесь прямо, вы знаете, как знак зодиака близнецов, да, достаточно производить впечатление, вот для вас важно было, и остается до сих пор, проводить впечатление, да, производить впечатление на людей, то есть вот это вот важно, особенно, когда есть какая-то беседа, вы обязательно используете какие-то такие, либо заумные словечки, либо фразы, либо, не знаю, цитируете какие-то стихи, не полностью, потому что полностью вы не знаете, ну, то есть, допустим, по памяти, может, читали, но по памяти не знаете, вот, я говорю, здесь какие-то поверхностные, но это вот прямо создает впечатление такого человека, вау, какой он, либо какая она прекрасная, вот вам так нравится, интересная здесь личность, ну, это только вы хотели быть, какой мы хотели быть, а теперь какой вы стали, посмотрим, насколько вам удалось это реализовать, аркан суда, да, напожай меча, здесь вы реализовались прямо на тысячу процентов, да, то есть, вы хотели говорить правду, да, быть неким таким судей, о котором я говорила, здесь вообще по жизни аркан суда, да, вы стали таким судей, человеком который помогает людям либо совершать трансформацию либо вообще своим присутствием очень сильно влияет на жизнь другого человека помогает в перерождении в перерождении через осознание ценности то есть вы возможно как человек который работает и не знаю с убеждениями ценностями других людей меняет их сознание то есть здесь не не в плане судья профессии а именно в плане сам себе судя и я работаю условно говоря совестью до человека как-то призываю к совести как-то так здесь идет речь вы стали таким человеком достаточно судьбоносным скажу который влияет на жизни других людей также может быть здесь каким-то образом влияете на прошлое человека либо на его семейный статус не знаю может быть сводите людей как-то знакомить и потом чисто случайно получается что из этого знакомства рождается семья да то есть люди создают свою ячейку в обществе либо здесь влияние как-то на прошлое да то есть может быть к вам люди приходят как-то за исповеди что ли и я не вижу что вы здесь были религиозным человеком да там папы либо как монахини но человек по которому можно исповедоваться и после этого идет некое такое очищение души да то есть человек уходит облегченный он как будто бы сам себя простил я говорю вы работаете с совестью каким-то образом либо пробуждаете человека пробуждаете либо работаете с какими-то кармическими узлами в жизни человека до помогаете ему развязать не вы за него это делаете а помогаете ему как-то может быть указываете даже человек самостоятельно работает то есть вы здесь по сути ничего не делаете за других людей но вы им указываете ему сказать что даже подсказывать здесь не про подсказки а вы указываете потому что здесь такая жесткая энергия здесь вот это вот пажа мечей энергия которая начиналась да как то так через правду через интерес она выросла и сформировалась и имеет объем большой и вес массу имеет в энергетическом поле то есть если представить что были такой каким-то маленьким облачком сейчас стали огромные тучи понимаете да масштабы разные таки мы стали еще какой вы стали туз кубков и рыцарь пиндакли ты не совсем понимаю туз кубков здесь о чем уточнил называется вытащила туз пиндакли вы являетесь знаете стали человеком который дает какой-то шанс шанс возможность другим людям либо берете какой-то шанс какой-то возможность и ее развиваете о чем здесь речь не знаю почему-то не больше идет профессиональной сфере что возможно по обращаются с каким-то проектом а вы его как-то развиваете дальше в чем проще показывать другим людям как зарабатывать нежели вам самим то есть вот допустим у вас заработка не столь хорошо сколько вы свои своими подсказками идеями для других людей помогаете им возможно создавать компании но при этом у вас такого заработка нету о чем здесь речь какой вы стали вы стали императором здесь солнце оно пошло немножко по другому пути вот солнце все равно есть присутствует какая-то такая знаете энергия творчество более легкая игривая я не знаю может быть даже какой-то обман да то есть у меня такое ощущение что там я не знаю картинка такая как сатир бегает за нимфами лесными как-то так заигрывает хочет их понять поймать ну то есть вот какая-то такая игра флир что-то такое любовное а вы стали вот эту энергию быть в центре внимания до осветить и я не знаю привлекать к себе внимание вы ее превратили больше в мужскую энергию то есть в солнце все равно есть нечто и женское и в том числе и мужское то есть вот слияние до этих двух энергий сложно как-то разделить а вы превратились человека более такого стабильного более фундаментального где-то в некоторой степени кто-то такой глыба вот не идет какая-то глыба она неповоротливая в ней нету вот это вот гибкости и полное отсутствие сияния вот вы как будто бы перестали сиять перестали светить нету тепла есть какой-то холод конкретика все четко по полочкам понятно известно вот нет вот этой вот легкости нету игривости вы ее как-то может быть у вас ее нету но вы вот эту игривость если только проявляете то скорее при взаимодействии с людьми не то что вы флиртуете с ними нет но вот это вот более легкая энергия она присутствует если у кого есть клиенты вот больше как-то в клиентской такой базе когда вы более непосредственные такие легкие привлекаете внимание там с к своему делу к своей компании а так в принципе вы какой-то человек такой достаточно угрюмой достаточно угрюмой и негибкий закостенела здесь присутствует какая-то закостенела и четверка кубков и 3 туз туз мечей вы здесь холодность холодность присутствует вы больше опору делаете на на свой ментал то есть то что когда-то вы хотели куда-то пойти что-то исследовать там вот знаете как как я говорила да как некий такой следопыт вот это вот любопытство она исчезла из вашей жизни то есть здесь ощущение того что вот любознательность и жизнелюбие она отсутствует вашей жизни она как будто бы потухла есть одни задачи конкретные которые надо выполнить который надо сделать то есть здесь в плане эмоций поэтому я не могла считать туза кубков потому что здесь не в прямой позиции он здесь перевернутой позиции он не раскрыт то есть ваша вот это вот кубковость чувствительность она не раскрыта я не говорю о том что вот вы были чрезмерно эмоциональны но здесь нету солнца здесь если есть кубковость то она по луне она она холодная она она как-то знаете замораживает больше идет к льду к состоянию льда нежели там есть на газообразному либо когда начинает вода закипать да вот это вот бульканье огонь горит что-то вода все кипит пыхтит то есть есть какое-то движение здесь нету вот это вообще ваша эмоциональность она ну по крайней мере сейчас да мы же рассматриваем моменте здесь и сейчас она скрыта она не скрыта она она законсервирована в правильное слово будет такое вы ее как будто законсервировали то есть отказались вам это не надо не то что мне показывает здесь куб ледяной который стоит под квадратным каким-то не квадратных кубовым каким-то куполом то есть куб и он накрыт прозрачным куполом форме куба то есть один куб в другом и вы прям охраняете очень как в музее вот эту свою эмоциональность и как будто бы знаете я не знаю отказываетесь вам это не нужно то есть и вы себе как будто бы говорить когда мне надо да я в любой момент могу вытащить и использовать но вам это как будто бы никогда не надо вы это никогда не вытаскиваете да спрашивает у спинтакли с чем связан тройка мечей восьмерка мечей ну это скорее всего видите вот видимо у вас период сейчас такой когда вы хотите чтобы это все завершилось череда разочарований вот состояние безысходности невозможности двигаться дальше безвыходности такой какой-то такой когда вы уперлись головой в стену и не видите возможности дальше выйти то есть здесь какие-то такие потемки ощущение того что какая-то темная ночь души у вас настала и нету возможности как-то переродиться причем я говорила вам чтобы вот третья позиция у меня такие люди которые в своей жизни не могут ничего сделать так как будто бы не получаются но аналогичная ситуация в жизни других людей вы очень хорошо помогаете то есть вы можете помочь другим людям переродиться себе нет вы можете другим людям показать как зарабатывать себе нет не потому что вы не можете это применить то же самое на себя но вот как будто бы не получается вот вот все что вы говорите другим это будет работать у других а у вас это не будет то есть лично к вам применимо это не работает это не потому что вы там неправильно и говорить еще что-то а просто это так это вот какая-то такая констатация фактов что вашей жизни это не работает а почему давайте посмотрим а почему ваши собственные советы вашей жизни не работает аркан влюбленных и аркан смерти потому что вам нужно чем аркан стойкость великие арканы здесь вам нужно пройти какой-то урок в плане перерожить вам нужно захотеть вам нужно выбрать перерождение вам нужно изменить до двойка кубков вы должны прийти к этой двойке кубков я же говорю что вы как будто бы не выбираете сейчас свою душу на данный момент вы исполняете скорее всего задачи более земные нежели задачи то есть задача ваша ума ниже нежели задачи вашей души и вот пока вы не начнете выбирать свою душу пока вы не начнете выбирать вот этот вот как он называется туз кубков ваши рекомендации другим к вам работать не будут нет не будут вы вы слишком ушли в сторону разумности и вот это вот вы очень хорошо слышите своей душу я не могу сказать что вы не слышите но вы она как будто бы я знаю у вас в кандалах вы не позволяете ей главенствовать то есть вы ее слушаете игнорируете вот здесь про это и ваш урок он как раз таки связан с тем что если вы паркан влюбленных не выберете переродиться вот и оставить вот этот свой разум до позади не найдете в себе силы паркану стойкости преодолеть вот эту часть до выбора вас жить такой форме в таком плане вы не сможете прийти к двойке кубков вы не сможете жить из состояния любви вы как будто бы понимаете вот это состояние любви и состояние души вы его слишком к называется нет такого слова но она понятна лагеризируйте да то есть логичным слишком делаете то есть все обосновываете логически эмоции они не подвластной логике вы все стараетесь объяснить логика то что не объясняется вы отталкиваете и вот в этом ваш урок вот такая часа перекрою солнцем вот такая вот была третья позиция пишите свои комментарии а я с вами прощаюсь до следующего расклада всем